Глава 25. Досье на графа было изложено в традиционных для таких документов тонах. Оказалось, что его аристократичная кличка всего лишь производная от его подлинной фамилии. Аристарх Савельевич Графов родился в 52-м. Несколько судимостей, в основном за вооруженные грабежи и соучастие в убийствах. В общей сложности отсидел больше 14 лет и к 40 годам был коронован. Обращала на себя внимание справка ФСБ. В группировке Графа находилось по оперативным и агентурным данным несколько бывших сотрудников милиции, военной разведки и КГБ. В справке обращалось внимание и на связи Графа с некоторыми бывшими офицерами спецназа и военной разведки, в том числе с ветеранами Афганистана. Прочитав эту справку, Дронго нахмурился. Такой человек, как Граф, вполне мог оказаться поставщиком киллера, который и убрал Алексея Миронова. Сначала нужно было разобраться с Графом, уже потом выходить на человека, чью фамилию написал на салфетке Аркадий Глинштейн, и фамилия которого привела в ярость Романа Анатольевича. В три часа дня у Дронго должна была состояться встреча с Павлом Капустиным, тем самым талантливым журналистом, с которым он давно хотел познакомиться и который, по общему мнению, считался духовным наследником Алексея Миронова. Правда, с той лишь разницей, что Капустин не остался работать на канале, где работал Миронов, а перешел на СТВ. На этот раз за ним заехала Лена, явно взявшаяся за его опекать. Сама, пережившая большое потрясение, она знала, как трудно бывает преодолеть стресс и выйти на прежний уровень работоспособности. Именно поэтому она так настойчиво опекала Дронго, считая, что тот нуждается в некоторой помощи со стороны. Он понимал ее и не стал возражать. С собой он захватил фотоаппарат. К Павлу Капустину, фактическому руководителю СТВ, они поднялись вместе. Капустин уже знал, что к нему придет для интервью некий журналист Кузнецов, представляющий интересы популярного итальянского журнала в России. Ему также сообщили, что вместе с Кузнецовым будет еще одна журналистка, на что он благосклонно дал согласие. После происшествия с Олегом Курочкиным Павел не спал всю ночь. Но уже на следующий день все пошло, как обычно. И когда он увидел Курочкина, они разговаривали так, словно между ними не было отмененной программы, пачки стодолларовых купюр и протянутой руки молодого журналиста, крепко сжимающей деньги. Они приехали ровно к трем часам и почти сразу были приняты Капустиным в его новом кабинете, где раньше работал Косенко. У дверей кабинета их встретил сам Капустин. Молодой, стремительный, энергичный, он был в элегантном темном костюме и сразу предложил гостям разместиться поудобней, завоевывая их расположение своим демократизмом. Принесли кофе и печенье для журналистов. Капустин, улыбаясь, спросил, что именно вас интересует, господа? — Вообще, работа тележурналиста, — пояснил Дронго. — Процесс подбора материалов, отбора информации, подачи ее, в общем, все, что вы можете рассказать. Нам хотелось бы сделать репортаж о самом молодом руководителе телеканала и очень успешно развивающегося канала. Похвала была приятна, но Капустин еще не настолько заматерел, чтобы не заметить очевидной лести. — У нас и на других каналах много молодых, — сказал он, улыбаясь, — проблемы везде одинаковые и на нашем телевидении, и на итальянском, и на американском. Разве что только проблемы оплаты труда журналистов разные. Но это уже больше проблемы правительства, чем наши собственные. — Вы перешли из центрального канала? Что вас там не устраивало? Система оплаты, ваше положение или что-нибудь еще? — Все вместе взятое. Мне хотелось прежде всего реализовать свои идеи. А на СТВ я получил такую возможность. Не задумываясь, сказал Павел. — Вас считают духовным наследником Алексея Миронова, — задал следующий вопрос Дронго. — Что вы можете о нем сказать? — О, он был исключительно талантливым журналистом, — так же быстро ответил Капустин. — И мне приятно, что меня считают его продолжателем. Во всяком случае, мы постараемся использовать многие его идеи. И вы не боитесь, что можете кончить так же, как Миронов? — Нет, не задумываясь, сказал Павел. — Не боюсь. Можно узнать, на чем основана ваша смелость? — На чистом прагматизме, — пояснил Павел. — Я не занимаюсь финансовыми вопросами. В отличие от Алексея Миронова, я занимаюсь только творческим процессом. Вопросы размещения рекламы и оплаты решает наша головная компания «Квант». — Значит, вы считаете, что Миронова убили из-за этого? — спросил настырный журналист. Павел немного растерялся. Получилось, что он сам подвел журналистов к этой мысли. Он впервые запнулся с ответом. — Не совсем так, — сказал он, наконец. — Идет следствие, расследованием занимается прокуратура. Мы еще точно не знаем, из-за чего погиб Алексей Миронов. Однако вы считаете, что основной причиной были все-таки деньги? — настаивал Дронго. — Давайте поговорим о работе нашего канала. Довольно невежливо перебил его Капустин. — Я думаю, что здесь я более компетентен. В день, когда убили Миронова, меня приняли на работу на телевидении. Запись есть в моей трудовой книжке. Я не работал с Мироновым ни одного дня, и поэтому не могу ничего добавить к сказанному. Дронго посмотрел на Суслову. Этот тоже все понимал и боялся, словно существовал заговор молчания вокруг убийства Алексея Миронова. И никто не хотел нарушать табу. Явность соображений личной безопасности. — Меня интересует и такой человек, как Миронов, — вздохнул Дронго. Судя по всему, он был реформатором на телевидении. Он пытался бросить вызов существующей системе, и поэтому его убили. Вы так не считаете? Капустин вспомнил про пачки денег в своем сейфе, про передачу с участием Олега Курочкина, про быстрые и цепкие пальцы молодого журналиста. И вдруг услышал, как говорит. — Да, я с вами согласен. Существующую систему на телевидении давно пора менять. Дронго взглянул на Суслову и больше ничего не стал уточнять. Потом было двадцать минут ничего не значащей беседы. И только в конце, когда Капустин, увлекшись, начал рассказывать о своих планах реорганизации канала и конкуренции с другими каналами, Дронго снова нанес удар. Он невинным голосом уточнил. — По-вашему, между каналами действительно существует конкуренция? — Безусловно, — ответил Капустин, — причем очень серьезная. — Может, это объясняется, и этим объясняется тот факт, что когда один канал показывал программу журналиста Малышева, где критиковалась ваша головная компания «Квант», вы в это время пустили по своему каналу один из самых нашумевших эротических фильмов последнего времени. И, конечно, сорвали пока с программы Малышева. Вы хотели защитить руководство компании «Квант»? — Да почему вы считаете, что мы обязательно будем их защищать? — возразил чуть раскрасневшийся Капустин. — Он уже забыл, что говорил двадцать минут назад. Но Дронго не забыл. Вы же сами сказали, что финансовые вопросы на вашем канале решают представители головной компании «Квант». «Я могу написать, что они фактические владельцы вашего канала». Капустин понял, что попал в хорошо расставленную ловушку. Он шумом выпустил воздух и начал гневно доказывать, что благотворительная помощь «Кванта» не может рассматриваться как прямое вливание денег, а прямых указаний он, как руководитель независимого канала, просто не потерпит. Ему было опять стыдно, но он продолжал уверять, что на СТВ существуют свои порядки, и здесь не заказывают музыку тот, кто платит. Правда, по проницательным глазам журналиста он видел, что тот ему не очень верит. Но это были проблемы и самого журналиста, который сам наверняка знал, что такое диктат хозяина. «У вас еще есть вопросы?» — спросил он. «Только два», — улыбнулся Дронго. «Если последние, то задавайте», — кивнул Капустин. Ему перестал нравиться этот дотошний журналист, так умело пользующийся его случайными промахами. Он даже не подозревал, что перед ним сидит один из лучших аналитиков, умеющий просчитывать возможные соответы своих собеседников и предугадывать их дальнейшие действия. «Первый вопрос», — начал Дронго. «Почему все телеканалы критикуют единственного и самого верного союзника Москвы, президента Белоруссии?» «Вам не кажется, что это не совсем верная государственная политика, и почему вы в таком случае критикуете его несколько меньше, чем все остальные?» «Это уже не один вопрос, а несколько», — ворчливо заметил Капустин, но Подумов ответил. «Я не берусь говорить за другие каналы, но мы стараемся дать как можно более объективную информацию из соседних республик. Это наша твердая линия. Если кому-то нравится ругать президента Белоруссии, пусть ругают. Мы стараемся давать объективную информацию и не отвечаем за действия других каналов». «Значит, у вас не бывает скоординированной атаки», — понял Дронго. «Это всего лишь миф», — улыбнулся Капустин. «Такая атака невозможна, да и вредна. У каждого канала свои интересы и свои зрители. По-моему, я ответил на все ваши вопросы, господа», — он поднялся с дивана. «Спасибо вам», — он пожал руки обоим журналистам. «Разрешите снять вас за столом», — попросил Дронго. И когда Капустин кивнул, он достал фотоаппарат, который принес с собой, и сделал несколько снимков. Затем, поблагодарив еще раз Капустина, они вышли. Когда они уже сидели в автомобиле, Суслова недоверчиво посмотрела на Дронго. «Зачем вам его фотографии? Вы действительно собираетесь послать их в какой-нибудь итальянский журнал». «Да нет, конечно», — улыбнулся Дронго. «Просто я фотографировал в первую очередь его стол и бумаги, которые на нем лежали. Это меня интересовало больше всего». «Вы не забыли, что у вас сегодня встреча с генералом Потаповым?» — спросила она, поворачивая в сторону его дома. «Не забыл», — угрюмо сказал Дронго. «Хотя я считаю, что беседа с Капустиным гораздо важнее встречи с генералом ФСБ и лишний раз убедился в этом сегодня». «В чем вы убедились?» — нахмурилась она с подозрением, глядя на своего напарника. «Он тоже знает тех, кому могла не понравиться излишняя самостоятельность телеведущих». «Вас просто мания преследования. Вам повсюду мерещатся заговоры!» — рассмеялась она. «Пора перестать думать об ужасах». «Поэтому ты предлагала мне бросить это расследование?» — спросил он. Она резко затормозила. «С тобой невозможно разговаривать!» — нервно сказала она. «Неужели ты не понимаешь, почему я просила тебя прекратить расследование? Неужели это совсем непонятно?» Он молчал, глядя на нее. «Почему ты молчишь?» — спросила она. «Ты шутишь с огнем. Я тебе это уже объясняла. Но это не значит, что все происходящее зависит только от вампиров. Просто внутри каждой системы бывают свои сложные взаимоотношения и трения. Их нужно учитывать. Куда ты смотришь?» «Ты уже не носишь темные очки?» — пробормотал Дронго. «Да, не ношу. Ты слышал, о чем я тебе говорила?» «Поедем ко мне», — попросил он неожиданно. «Что? Поедем ко мне». Она взглянула на него, быстро отвела взгляд, ничего не сказала. «Ты слышал, о чем я попросил?» «Да. Ты не считаешь, что мы начинаем привыкать друг к другу. Это плохо?» «Это нецелесообразно», — сказала она с секундной заминкой. «Ты поняла это сегодня или думала об этом и раньше?» «Прекрати. У тебя сегодня вечером важная встреча. Самая важная встреча у меня может состояться через пятнадцать минут, если ты повернешь машину». И она усмехнулась, потом засмеялась. Глядя на нее, начал смеяться и он. «Ты упрашиваешь меня, как гимназистку», — сказала она. «Да», — согласился он. «Очевидно, процесс привыкания пошел даже более быстрыми темпами, чем мы предполагали». «Ладно», — она улыбнулась. «Кажется, ты меня уговорил. По-моему, это был твой личный рекорд. Ты упрашивал меня целых полминуты. В прошлый раз на весь процесс ухаживания ты потратил значительно меньше времени». «Наверно», — согласился он. «Просто я разучился это делать. Значит, раньше ты ухаживал за дамами?» «Да», — серьезно сказала он. «Просто я всегда чувствую, когда женщина может согласиться, а тогда наверняка откажет. Поэтому я и не стараюсь горцевать этаким петухом». «Бедная женщина, теперь я понимаю, почему ты до сих пор не женился. Тебе будет трудно ужиться с кем-либо. Ты умеешь просчитывать варианты даже в отношении с женщинами. Тебе никто не говорил, что это неприятно». «Я даже знаю, что будет дальше», — очень серьезно сказал Дронго. «И что будет дальше? Ты не поедешь ко мне, просто не захочешь». Следующие несколько минут она молчала, а потом сказала. «Вообще-то я действительно расхотела к тебе ехать. Но если я не поеду, то ты окажешься прав. А если поеду?» «Может, ты это сказал мне нарочно, чтобы я поехала?» «Сложный человек. Очень сложный». «Я знаю. Говорят, опытные бабники чувствуют, когда женщина готова сдастся. Наверное, это можно почувствовать. А я чувствую, как реагируют не только женщины, и не только на меня. Вот и весь мой психоанализ. Я просто умею просчитывать действия разных людей. Как ты думаешь, это действительно плохо?» Она молчала, сидела за рулем и молчала. Потом достала сигареты и закурила. И не произнесла больше ни слова до того момента, пока они не оказались в постели. Глава двадцать шестая Георгий Курчадзе приехал в казино, как обычно, к четырем часам вечера. Его уже ждали Хашимбек и Иракли. Он доверял им гораздо больше, чем всем остальным. Он привычно прошел по всем залам, осмотрев их перед открытием. Казино открывалось в пять часов вечера. И он взял за правило всегда приезжать к открытию. Осмотрев все, он прошел к себе в кабинет. Почти тут же ему доложили, что приехал граф. У него сразу испортилось настроение. Граф был одним из тех людей, с кем приходилось считаться, и который мог при желании причинить кучу неприятностей не только лично самому Курчадзе, но и его и горному заведению. «Он приехал один?» — спросил Курчадзе. «Да, батон и Георгий», — сказал Иракли. «Он один, но в его машине сидят несколько человек». «Это не страшно», — взмахнулся Курчадзе. «Пусть он придет. И скажите Ядвиги, чтобы она принесла нам выпить что-нибудь». Через несколько минут в кабинет вошел граф. На всякий случай перед его приходом Георгий проверил ящик своего стола, где всегда лежал заряженный пистолет. Граф вошел, как всегда, спокойный и надменный. Он не стал здороваться с Георгием за руку, только кивнул ему, и это был очень нехороший знак. Но Курчадзе привык к подобным знаком и сделал вид, что ничего не произошло. «Вы хотели меня видеть?» — спросил он, когда девушка вкатила к ним столик со спиртными напитками, и они уселись перед камином в глубокие кресла. «Да, мы хотели бы с вами переговорить». Он так и сказал «мы», как обычно говорили о себе, короли или лица, представляющие группу людей. «Я вас случаю», — он показал на столик. «Вы будете что-нибудь пить?» «Нет», — отказался граф. «У нас важное дело». «Паны мои, я к вашим услугам». «Два дня назад рядом с вашим казино была взорвана машина с нашими людьми», — начал граф, окончательно убедив Курчадзе в том, что тот пришел именно по этому, самому неприятному для него делу. «Это было рядом с нашей стоянкой», — возразил Курчадзе. «И не имеет к нам никакого отношения. Сейчас прокуратура ведет расследование. Какой-то полонный выстрелил в автомобиле с гранатомета. Уже установлено, что стрелялись с улицы. Мы не имеем к этому никакого отношения». «Мы знаем», — улыбнулся граф, отметив, что и Курчадзе стал говорить «мы». «Тогда в чем дело? При чем тут наше казино?» «Но эта машина принадлежала охранникам Тита», — вкратчиво сказал граф. «А он со своим телохранителем находился в этот момент в вашем казино». «Да», — с достоинством согласился Курчадзе. «Ну и что? Мы всегда принимали его с большим уважением. Он был достойный человек и мог приходить к нам в любое время». «Спасибо. Но дело в том, что он исчез сразу же после взрыва», — напомнил граф. «А его телохранителя мы до сих пор не нашли». «Это плохо», — нахмурился Курчадзе. «Наверное, парень был замешан во взрыве машины. Предатели встречаются везде. Это очень неприятно». «Может быть», — согласился граф. «Мы ищем его. Но вместо него нашли нашего Тита». «Я слышал об этом», — со скорбным выражением лица сказал Курчадзе. «Мы все очень переживали за Тита. Кажется, сегодня должны были состояться его похороны. Мы послали туда в венок нашего казино». «Мы получили ваш венок», — кивнул граф. «Но нас немного смущает обстоятельство смерти Тита». «А разве он умер не от разрыва сердца?» — удивленно спросил Курчадзе. «Все говорят, что он умер от инфаркта». «Правильно, врачи сказали нам то же самое», — любезно сообщил граф. «Но они сообщили нам и другое». Курчадзе подвинул к себе столик, взял бутылку-коньяку и наполнил рюмку. «Напрасно вы отказываетесь», — произнес он со значением. «Это очень хороший французский коньяк». «Я не люблю коньяк», — сказал граф. «Мы проверили тело Тита в морге, и нам сообщили странные подробности. На теле у него найдено несколько ссадин. На руках и ногах остались такие синяки, как будто его перед смертью держали в наручниках. На голове большая шишка от удара чем-то тяжелым. «Может, он до этого где-то подрался. Чит был человек буйный», — улыбнулся Курчадзе, поднося рюмку к рту. «Он мог подраться», — согласился граф. «Но где он успел поменять трусы и брюки? Мы были у него женщиной. Он никогда в жизни не носил таких трусов, которые надели на него после смерти». Рюмка в руках Курчадзе дрогнула, и он едва не расплескал коньяк. «Что вы сказали?» — переспросил он, чтобы выиграть время. «То, что вы слышали», — ответил его страшный гость. «Нашего друга сначала оглушили, потом куда-то увезли. Там с него сняли брюки и трусы, надели ему наручники на руки и ноги, причем ноги раздвинули широко в стороны. Догадываетесь, зачем?» От волнения Курчадзе не мог сказать ни слова. «И он умер от инфаркта. Нам еще повезло, что он так умер. Иначе...» — граф помолчал и продолжил. «Я даже не знаю, что могло бы случиться, если бы он не умер от инфаркта. Тогда все живущие в Москве авторитеты должны были бы резать себе вены от такого позора или искать тех, кто этот позор сотворил». «Да, — ошеломленно сказал Курчадзе, — такой позор!» «Но, к счастью, наш друг умер как мужчина», — продолжал граф. «Поэтому я и приехал к вам. Мы просим вас помочь нам в розыске тех, кто убил Тита или довел его до инфаркта. Мы будем вам очень благодарны, если вы хотя бы укажете нам на того, кто это мог сделать». Георгий Курчадзе был опытным человеком. Он имел за плечами несколько судимостей, умел ладить с людьми и хорошо знал воровские законы. Он сразу сообразил, что даже малейший намек на его участие в этом деле может закончиться для него трагически. Даже малейший намек. Нужно было отрицать все, отрицать до последнего, до возможного и невозможного предела. «Никакие друзья не смогли бы спасти его от мести разъяренных воров. Даже если он собственноручно поймает и передаст в руки графа и его друзей всех, кто был тогда с Константином Гавриловичем, то и тогда он будет обречен. Его приговорят к смерти. И единственная возможность выжить — это все отрицать и отрицать изо всех сил». «Мы очень хотели бы вам помочь. Я просто оскорблен тем, что случилось с вашим другом, но никто из моих людей не знает, что произошло с Титом в ту ночь. Я обеседовал со многими. Они говорят, что Тита позвали к телефону. Он поговорил и ушел. Мы проводили свое расследование, — согласно кивнул граф, — и нам сказали, что его позвал к телефону ваш человек. Его зовут Ираклий. Мы могли бы с ним поговорить? «Сейчас я его позову», — облегченно перевел дыхание Курчадзе. «Надеюсь, что Ираклий не окажется болваном», — подумал он. «Иначе этого графа я отсюда живым не отпущу». Он поднялся, прошел через кабинет, подошел к своему столу, открыл ящик, посмотрел на пистолет, после чего приказал найти Ираклия и вернулся к гостю. Ираклий вошел через минуту. Он был мрачен и сосредоточен, как перед самым серьезным экзаменом в своей жизни. «Подойди поближе», — сказал по-грузински Курчадзе. «И не будь дураком», — быстро добавил он. Парень подошел поближе. «Вот наш гость говорит», — начал Георгий, показывая на неприятного гостя, уже по-русски, чтобы его понял и граф, «что в ту ночь, когда пропал наш уважаемый Тит, именно ты позвал его к телефону». «Это так?» «Да», — кивнул Ираклий, — «я позвал его к телефону». «Он вышел один?» — спросил граф, пристально глядя на парня. «Да, он играл в специальной комнате для уважаемых гостей», — пояснил Ираклий. «Мне сказали, чтобы я его срочно позвал, он должен был куда-то поехать». «Ты узнал голос?» — спросил граф, — «этот человек раньше звонил?» «Нет», — ответил Ираклий, — «не узнал. Что было дальше, граф не сводил с него взгляда. Потом он вошел в комнату, говорит по телефону, а я пошел на свое место», — сказал парень твердо, глядя ему в глаза. «Больше я ничего не знаю». Георгий незаметно кивнул своему сотруднику. Как хорошо, что он выбрал в ту ночь именно Ираклия. Его крестник оказался настоящим мужчиной. Он врет так виртуозно, что даже сам Георгий готов поверить ему. Курчадзе снова взял рюмку коньяку. «А когда его позвали к телефону?» — спросил граф. «До взрыва или после?» «Если до, то сколько примерно минут прошло до взрыва?» Ираклий растерялся. К такому вопросу он явно не был готов. Сказать, сколько минут точно прошло, значило испортить всю игру, вызвав подозрение у гостя. А сказать, что у гостя позвали после взрыва, означало, что тот слышал этот взрыв. Он молчал, а на расстоящее молчание означало нечто более страшное, чем просто увлечение в обмане. Рюмка в руках Курчадзе снова задрожала. «Я не знаю, когда произошел взрыв», — нашелся на конице Ираклий. «Я его не слышал. Я оставил нашего гостя и пошел в подвал, где ничего не было слышно». Курчадзе закрыл глаза. «Этот парень сегодня спас не только его жизнь, но и жизни всех сотрудников казино». «Понятно», — кивнул граф. «У вас работают хорошо вышкаленные сотрудники», — добавил он, обращаясь к хозяину казино. Тот строго покачал головой. «Нет», — сказал он, — «если бы мои сотрудники умели немного думать, они бы поняли, что так просто человека не отрывает от игры». «Ираклий обязан был все рассказать мне, а он этого не сделал. Я им недоволен. Он меня сильно подвел. Наше заведение имеет свой имидж, а мы им очень дорожим». «Безусловно», — поднялся гость, — «спасибо вам. Вы нам очень помогли». Он кивнул на прощание, не протягивая руки, и вышел из комнаты. Наступило тягостное молчание. Георгий Курчадзе тяжело вздохнул. «Сколько у тебя есть денег, сынок?» — спросил он по-грузински. «Каких денег?» — удивился парень. «Я ведь получаю у вас зарплату». «Значит, денег у тебя нет», — понял Георгий. «Ладно, сынок, мы это дело исправим. Сейчас я дам тебе деньги, и Хашимбек проводит тебя до аэропорта. Сегодня ты улетишь в Тбилиси, а завтра поедешь в Батуми и перейдешь в Грузии на турецкую границу. Ты меня понял?» «Нет Батуми, Георгий», — удивленно сказал Ираклий. «Зачем мне нужно переходить турецкую границу? Я там никогда не был». «Значит, побываешь в Турции». «Строго сказал хозяин, пойми, сынок, я делаю это в твоих интересах. Этот человек, с которым ты разговаривал, очень страшный человек, настоящий палач. Если ты, не дай Боже, попадешь к ним в руки, они разрежут тебя на тысячу кусочков, и они заставят тебя говорить, и тогда ты ничего не сумеешь сделать. «Пойми меня, дорогой, сейчас речь идет о твоей безопасности». «Понимаю», — серьезно сказал Ираклий. «Но у меня нет денег». «Не волнуйся, дорогой, это уже моя проблема», — улыбнулся Георгий. «Ты иди, собери вещи, а я сам решу, что мне нужно делать. Поживешь несколько месяцев в Турции, посмотрим, что дальше будет». Ираклий ушел от него, не понимая до конца, что происходит. Автомобиль графа не проехал и пятидесяти метров, когда рядом затормозил другой шестисотый Мерседес. Стекло опустилось, и граф увидел наблюдателя. «Что-нибудь прояснилось?» — спросил тот. «Они что-то знают», — убежденно сказал граф. «Но скрывают. Нужно применить другие методы. Наблюдатель кивнул головой, поднимая стекло. Курчадзе в это время искал по всем телефонам Константина Гаврилыча, чтобы успеть переговорить с ним. Но ни по одному из известных ему телефонов Константин Гаврилыч не отзывался. Наконец, через полчаса к нему позвонил сам Константин Гаврилыч, как раз в то время, когда хозяину казино принесли двадцать тысяч долларов для Ираклия. «У меня были гости», — коротко сообщил Курчадзе. «Они выясняют, что случилось с их другом». На другом конце провода Константин Гаврилыч помолчал, потом сказал, «Этот молодой парень, ваш сотрудник, он ведь ваш земляк, кажется?» «Да», — сказал Курчадзе, поняв, что речь идет об Ираклии. «Он мне тогда не понравился», — вдруг сказал Константин Гаврилыч. «Все время кашлял, чихал. По-моему, он сильно болел». «Да», — выдохнул Георгий. «Может быть. Вы вызовете ему врача», — посоветовал Константин Гаврилыч. «Обязательно. Я хочу его отправить на лечение», — сказал Курчадзе. «Некоторые болезни быстро залечиваются», — сказал Константин Гаврилыч. «Но нужно давать такое лекарство, чтобы все было наверняка. Вы меня понимаете, Курчадзе?» «Наверняка». «Да», — в третий раз произнес Курчадзе. «Я вас понимаю». К нему вошел Хашимбек. Он стоял у дверей, молча глядя на хозяина. Георгий Курчадзе положил трубку. Константин Гаврилыч прав, подумал он. «Парень может вернуться, его могут найти, в дороге может что-нибудь случиться, а допрашивать они умеют». Он посмотрел на лежавшие на столе деньги, перевел медленный взгляд на Хашимбека. Ираклий был его родственником, его земляком. Он помнил его совсем ребенком. Но здесь речь шла не только об Ираклии. Речь шла о будущем самого Георгия Курчадзе. «В конце концов», — подумал он, — «так даже и к лучшему. Я сам избавлю его от мучений. Если его захватят люди графа, они устроят ему ад, и он пожалеет, что не умер». Он посмотрел на стоявшего перед ним Хашимбека. «Возьми одну пачку денег, Хашимбек», — глухо сказал он, — «и поезжай с Ираклием в Домодедово». «Когда будете ехать, по дороге останови машину. Места там глухие». Хашимбек тревожно взглянул на него. «Может, он не так понял своего патрона?» «Места там глухие», — повторил Георгий. «А его родным я сам позвоню. Скажем, что парень уехал в Турцию. Так будет вернее». Хашимбек наклонил голову. Теперь он понял приказ шефа. У него не оставалось никаких сомнений. Он понял, что Ираклий не должен доехать до аэропорта. Подойдя к столу, он взял пачку долларов. «Что с ней делать?» — спросил он у хозяина. «Она твоя», — выдохнул Георгий. И как-то разом, сутулившись, пошел к выходу. И увидел, как входит в комнату улыбающийся Ираклий. Парень уже предвкушал интересную поездку. Георгий взглянул на него с неожиданной болью. Потом поманил к себе молодого человека, крепко обнял его, поцеловал. Растерявшийся парень не понимал, почему хозяин впервые проявляет такую необычную ласку. «Ты прости меня, дорогой!» — зашептал Георгий, все еще крепко обнимая Ираклия. «Прости меня! Я сам во всем виноват! Не должен был я тебя брать в это казино, будь оно проклято! Не должен был! Так все глупо у нас с тобой получилось!» Он говорил по-грузински, и они казались более родными и близкими. Словно он прощался со своим сыном, твердо зная, что больше никогда не увидит его. Но Ираклий, ничего не подозревавший, лишь глупо улыбался и повторял «Спасибо, батон и Георгий! Спасибо вам за вашу доброту!» Он даже не замечал той боли, что таилась в глазах хозяина. И вообще он ничего не замечал, уже думая о поездке в Турцию. Георгий обнял его еще раз, расцеловал и, стараясь не смотреть на Хошимбека, молчаливо, наблюдавшего за этой сценой, вышел из комнаты. Через два часа автомобиль увозил Ираклия в аэропорт. Георгий Курчадзе стоял у окна. Он увидел, как Ираклий садится в машину, и рядом с ним садится Хошимбек. Он отвернулся, стараясь не думать об уехавших. Еще через полтора часа Хошимбек вернулся в казино. Георгий вышел в коридор, чтобы встретить его. «Как там?» «Все в порядке, хозяин», — доложил Хошимбек. «Он успел что-нибудь сказать?» «Нет, он только улыбнулся». Георгий повернулся и пошел к себе в комнату, вытирая слезы. Через двадцать минут он снова позвал к себе Хошимбека. «Поезжай туда и найди его тело», — строго приказал он. «Похорони его где-нибудь, как человека. Жалко парня. Ему может быть холодно одному в лесу лежать». Хошимбек удивленно взглянул на хозяина, но ничего не сказал. Повернулся, чтобы выполнить приказ. Георгий подошел к телефону и набрал номер Константина Гавриловича. «Вы были правы», — сказал он. «Мы применили самое действенное лекарство». Глава двадцать седьмая. В конце этого дня они подводили предварительные итоги своих усилий. Сидя в личных апартаментах Александра Юрьевича, они включили негромкую музыку и говорили приглушенными голосами. И хотя в кабинете и апартаментах были установлены специальные генераторы шума, чтобы исключить всякую возможность прослушивания, тем не менее Константин Гаврилович, верный своей привычке никому и ничему не доверять, решил включить музыку и говорить несколько тише обычного. «За это время мы сделали не так мало», — убежденно говорил он. «Через Михаила и Кирилла Головкина мы вышли на Тито. Мы связались с владельцем казино Георгием Курчадзе, и он сказал и оказал нам большую помощь. Без его помощи мы бы просто не могли взять Тито. И уже потом через него и его охранника нам удалось узнать, что покушение на вас было организовано через Родиона Червякова, хозяина ресторана «Буря». «Эта «Буря» вызвала большой шторм», — поднял газету Александр Юрьевич. «Все газеты написали о взрыве в ресторане Червякова. Многие газеты прямо пишут о том, что этот ресторан использовался как опорная база мафии. «Хорошая работа, Константин Гаврилович. Самое главное, что об этом написали не наши газеты, а другие». «Мы дали им неплохой материал», — усмехнулся Константин Гаврилович. «Но это все заслуга вашей Жени и, конечно, Якова Абрамовича». «Я попросил, чтобы они задержались на работе», — кивнул президент компании. «Нужно будет обсудить нашу стратегию». «Он незаменимый человек», — восторженно сказал Константин Гаврилович. «Передачу Малышева даже не заметили. Все обсуждают фильм, который мы показали в это время по нашему каналу». «Это была удачная идея», — согласился Александр Юрьевич. «И все-таки я хочу, чтобы мы довели до конца наше расследование. Кто и почему заказал мое убийство этому Червякову? Я о нем даже никогда не слышал. Он ведь наверняка выполнял чье-то поручение. Мы уточнили по нашим каналам», — сообщил Константин Гаврилович. «Червяков действительно связан с подмосковными преступными группировками. Все отмечают, что ресторан фактически контролируется группировкой графа». «Только уголовников мне еще не хватало». «Зачем какому-то графу меня убивать?» «Он имеет неплохих ребят из бывших ветеранов спецназа и афганцев. Через него вполне могли нанять киллера для вашего устранения». Пояснил Константин Гаврилович. «И вы мне говорите об этом только сейчас?» «Пока мы все проверяли. Вы же знаете, что я люблю проверять все факты несколько раз. Старая привычка еще по моей работе в КГБ». «Тогда почему вы не хотите потолковать с Червяковым?» «Зачем нужно было устраивать этот взрыв в ресторане? Там погибло 12 человек». «Ну, в основном сотрудники Червякова и бандиты», — равнодушно сказал Константин Гаврилович. «Нам нужно было вывести их из равновесия, заставить нервничать. А уже потом, когда они начнут суетиться, взять их тепленькими, чтобы выпотрошить. Кто и зачем нанял их для вашего устранения?» «Доверьте мне, я знаю, что делаю. В этих вопросах нельзя торопиться. Мы один раз чуть не прокололись с этим Титом, который просто умер от инфаркта, когда мы хотели его допросить. Доверьтесь в таких делах мне. Я знаю, что делать». «Да-да, конечно», — кивнул Александр Юрьевич. «Я вас не тороплю. Просто меня несколько подстегивает мысль, что они могут повторить неудавшиеся покушения. «Сейчас нет», — убежденно возразил его собеседник. «Поэтому мы и взорвали ресторан Червякова. Сейчас они кинутся искать того, кто это сделал. Поэтому у нас есть еще передышка в несколько дней, которую мы и используем». «Согласен. Но помните, что мне важно точно знать, кто заплатил им за мое устранение, кто это сделал. Я обязан точно знать. У вас все?» «Да, если не считать того факта, что они уже приезжали в казино «Серебряная салатница», пытаясь проверить, как исчез Тит и как была взорвана машина с его охранниками. «Они могут что-нибудь узнать?» «Не могут. Курчадзе не расскажет. Это не в его интересах. А парень, который знал об этом, исчез». «Как это исчез? Куда исчез?» «Не знаю. Курчадзе куда-то его спрятал. Парень был его земляком». «А если его найдут?» — встревожился Александр Юрьевич. «Вы понимаете, что может случиться, если его найдут?» «Не найдут», — убежденно сказал начальник службы безопасности. «Никогда не найдут». Хозяин кабинета покачал головой. Он все еще никак не мог привыкнуть к тому, что эта кровавая борьба требует таких многочисленных жертв. Он встал, подошел к селектору и нажал кнопку, вызывая Якова Абрамовича. «Зайдите ко мне», — хмуро сказал он и предложил своему собеседнику. «Идемте в кабинет». В кабинете он сел за свой стол, ожидая, когда к нему войдут Женя и Яков Абрамович. Они появились вместе, словно сговорились встретиться у дверей его кабинета. Яков Абрамович галантно пропустил вперед Женю и только затем прошел сам. Любезно поздоровавшись с Константином Гавриловичем, он сел напротив него. Рядом усела Женя, сухо кивнувшая начальнику службы безопасности. Она почему-то его не очень любила, и он это чувствовал. Хозяин встал из-за своего стола, прошел к большому столу и, усевшись во главе него, начал свое производственное совещание. «Докладывайте», — хмуро разрешил он Якову Абрамовичу. «Мы подготовили несколько материалов по передаче Малышева», — сказал тот, открывая папку. «В одной из газет мы дадим заметку о его брате, который, оказывается, в свое время получил беспроцентный кредит и до сих пор не вернул деньги. Документы в порядке, мы проверяли. Косвенно моральную ответственность может нести и сам Малышев, так как его брат брал кредит для строительства дома на участке, которым владеют оба брата Малышевых». «Это на самом деле так, или вы придумали?» — хмуро спросил Александр Юрьевич. «Хм, почти так», — улыбнулся Яков Абрамович, за исключением того незначительного факта, что его брат, офицер, уволенный в запас, имел право на получение беспроцентного кредита на строительство дома. Правда, он действительно несколько задерживал свое временное погашение кредита, что мы и можем использовать». «Как всегда, немного передергиваете», — подвел итог хозяин кабинета. «Ладно, давайте дальше». «В нашей газете мы поместим небольшую заметку о журналистах, которых покупают конкуренты. Ничего конкретного, но мы сошлемся на передачу Малышева, как пример явной тенденциозности. Мы внимательно посмотрели передачу, есть несколько мелких неточностей. Именно на них мы и будем делать акцент, чтобы показать тенденциозность передачи Малышева». «Дальше», — кивнул Александр Юрьевич. «Кроме того, мы считаем, что данная передача вообще не должна больше повторяться, и поэтому предложили руководству канала продать нам разрешение на право использования этой передачи. Я думаю, они согласятся». «А сколько вы им предложили?» «Нисколько», — снова улыбнулся Яков Абрамович. «Все переговоры вела Женя». «Что вы им предложили?» — взглянул на молодую женщину хозяин. «Наш новый суперэротический фильм. Мы предложили обменяться, и они заплатят нам сверх того еще восемнадцать тысяч долларов», — пояснила Женя. «Очень толковое предложение», — с издевкой сказал Александр Юрьевич. «Мы отдаем курицу, которая может нести золотые яйца, а взамен покупаем дерьмо, к тому же собственное дерьмо. Передача про нас, которая никому, кроме нас, неинтересна. Ты с ума сошла? Как ты могла на такой согласиться?» От волнения он даже не заметил, что перешел на «ты» с Женей, как бы демаскируя свои отношения с ней. Но сидящие в кабинете давно и обо всем знали, поэтому они не удивились столь быстрой смене обращения. Но Женя не стала следовать его примеру. «Вы не поняли, что произошло», — упрямо сказала она. «Мы отдали фильм, который, хотя и собрал большую аудиторию, но получил крайне резкую негативную оценку в прессе. Все критики единодушно отметили, что подобная порнография приносит огромный вред имиджу нашего канала, поэтому мы не можем себе позволить показывать фильм второй раз, даже собрав еще большую аудиторию». Передавая его другому каналу, мы по существу подкладываем им бомбу. Второго показа никто не допустит. Разразится настоящий скандал, в который может вмешаться и соответствующий комитет Государственной Думы и члены правительства. Согласитесь, что нам такой скандал сейчас не нужен. А выкупая передачу Малышева, мы могли бы использовать ее еще раз, только несколько изменив направленность и показав, как тенденциозно он подобрал факты. Александр Юрьевич несколько успокоился. «Посмотрел на Якова Абрамовича. Насчет фильма вы проверяли?» «Да, реакция была бурной. И если мы прокрутим этот фильм второй раз, у нас могут быть серьезные неприятности», — подтвердил тот. «Хорошо», — кивнул хозяин. «Будем считать, что вы меня убедили». «С этим вопросом я все понял. Что дальше?» «На нашем канале не совсем удачные информационные передачи», — продолжил Яков Абрамович. «По-моему, нам нужно сменить несколько ведущих и тщательно продумать дальнейшие программы». «Почему вы говорите это мне, а не Капустину?» — зло спросил Александр Юрьевич. «Он не имеет права подбирать кадры», — напомнила Женя. «Мы оставили это право за собой». «Что конкретно вас не устраивает?» — спросил Александр Юрьевич. «Если можете решить сами, то не занимайте меня этой ерундой. Делайте, что можете, вместе с Капустиным». «Как там его журналист Курочкин? Он ведь, кажется, согласился взять деньги». «Да, взял десять тысяч», — подтвердил Яков Абрамович. «Вот он пусть и станет одним из ведущих. Молодой, перспективный, красивый. Такие нравятся женщинами. Раз он взял деньги, значит, нормальный человек, управляемый. Поэтому не нужно торопиться, искать кого-нибудь другого. Вполне подойдет Курочкин». «Я все понял», — кивнул Яков Абрамович. «Теперь по серебряной салатнице», — поморщившись, сказал Александр Юрьевич. «Что у нас с этим казино?» «Несколько дней мы давали очень негативную информацию по игорным заведениям, в том числе и конкретно по казино «Серебряная салатница», — начал докладывать Яков Абрамович. «Но после указания Константина Гавриловича мы прекратили всякие упоминания об игорном бизнесе. Несколько дней назад у казино произошел взрыв. Все каналы о нем сообщили. И ОРТ, и РТВ, и НТВ, даже телеканал ТВ-6, показавший специальный репортаж с места событий. А мы ничего не сообщили и не сказали. «Это я им посоветовал», — подтвердил Константин Гаврилович. «В настоящее время на нашем канале не проходят сюжеты по игорному бизнесу и по казино», — подвел итог Яков Абрамович. «Правильно», — кивнул Александр Юрьевич. «Вы все сделали правильно. Теперь последний вопрос. Что вы скажете о ресторане «Буря»?» Там произошел сильный взрыв. Мы дали несколько сообщений в другие газеты, но в своих газетах пока ничего не сообщали. Готовим подробный аналитический материал. Собираемся рассказать о том, как возник ресторан, как раньше на его месте была закусочная и кто такой Родион Червяков. «В нашей газете не нужно», — быстро сказал Александр Юрьевич. «Лучше, чтобы этот материал пошел в другой газете. И желательно, чтобы там стояла подпись какого-нибудь известного журналиста». «Какого журналиста?» «Ну, кого-нибудь из стариков. Если не найдется доброволец, которому надоело сидеть на окладе, купите его согласие. Но обязательно должен быть кто-то из стариков». «Почему?» — возразила Женя. «У нас полно молодых журналистов, которые рвутся в бой, как собаки с цепи. Достаточно передать материал кому-нибудь из них, как любой из этих журналистов, тут же даст его в своей газете. Ради желания прославиться и получить известность, они готовы на что угодно, лишь бы отличиться». «Нет», — упрямо возразил Патрон, — «молодого нельзя». «Сейчас все обо всех знают, и все понимают, что молодой журналист не смог бы самостоятельно провести подобное расследование. Значит, материал ему подставили?» «Нет, молодой не подходит. Нужен кто-нибудь из стариков». «По-моему, он прав», — осторожно заметил Яков Абрамович, обращаясь к Жене. «По-моему, тоже». Вынуждена была согласиться она. «Мы поищем кого-нибудь из тех, кто сейчас на пенсии или отошел от активной журналистики. Попытаемся что-нибудь придумать». «И ни слова о нашей заинтересованности в исходе этого дела», — строго напомнил Александр Юрьевич. «Вы меня понимаете?» «Да, конечно», — собрал свои бумаги Яков Абрамович. «Мы постараемся решить все за один-два дня». «Константин Гаврилович может дать вам необходимую дополнительную информацию», — добавил хозяин. «И сделайте так, чтобы об этом знали только мы четверо, и больше никто». «Так, совещание закончено. Спасибо. Женя, останьтесь». Константин Гаврилович, сидевший молча все это время, пока шло обсуждение, поднялся, кивнул на прощание и вышел из кабинета. За ним поспешил Яков Абрамович. Ослабив узел галстука, поднялся и медленно прошел в личные апартаменты Александр Юрьевич. Опустился на диван. Женя прошла следом, села рядом, взяв его руку в свою. «Ты ему доверяешь?» «Якову», — закрыв глаза, спросил Александр Юрьевич. «Он умный мужик». «Нет, другому». Он открыл глаза, повернул голову, удивленно посмотрел на нее. «А почему я должен ему не доверять?» «У него в глазах всегда ненависть», — сказала она. «Ты думаешь, ему приятно, что он, занимавший когда-то высокий чин в КГБ, теперь работает на тебя?» «Ты ведь раньше был обыкновенным кандидатом наук. Он таких, как ты, даже на порог к себе не пускал». «Я не понимаю, что ты хочешь», — недовольно сказал он, снова закрывая глаза. Константин Гаврилович верный и надежный человек. «Он ненавидит весь мир», — убежденно сказала она. «Ну и хорошо», — усмехнулся он, не открывая глаз. «Значит, будет злее? Это мне больше нравится». Она по-прежнему держала в руках его ладонь. «Ты уже знаешь, кто именно хотел тебя убить?» — спросила Женя. «Пока нет, но скоро узнаю. А почему ты спрашиваешь?» «Может, тебе лучше уехать из Москвы?» «Нет», — снова открыл он глаза. «Сейчас нельзя. Они решат, что сумели меня испугать. Если я сейчас уеду, значит, я их боюсь, а мне нужно точно знать, кто именно хотел меня убить». «Они могут повторить попытку», — печально сказала она. «Ты понимаешь, что они могут ее повторить?» «Пока они ее повторят, я сам сделаю свою попытку», — усмехнулся Александр Юрьевич. «Почему ты всегда считаешь меня таким мямлей? Неужели за все эти годы ты не поняла, что я не только умею держать удар, но и отвечать на удар? «Или ты действительно думаешь, что я могу позволить так обращаться с собой?» «Я ничего не думаю, я просто за тебя боюсь», — сказала Женя. Он высвободил ладонь из ее рук, наклонился к ней и мягко произнес. «Ты — единственный человек на свете, кому я могу доверять полностью. Единственный». И в этот момент они услышали, как открылась дверь в кабинет. Он нахмурился. Без доклада никто не смел входить к нему. Он посмотрел на нее, и она, вскочив с дивана, бросилась в другую комнату, где висело ружье. Кто-то быстро шел по кабинету прямо к личным апартаментам. Она сжала ружье, выходя в первую комнату и целясь прямо в дверь, чтобы выстрелить, не раздумывая. Дверь открылась. Она подняла ружье, но сразу же опустила. Это был Константин Гаврилович. Не обращая внимания на оружие в ее руках, он быстро сказал. «Они убили Кирилла Головкина. Застрелили прямо в подъезде собственного дома десять минут назад. Мне звонил Вихров. Он не успел задержать убийцу». Глава двадцать восьмая. Она сама привезла его на квартиру, где он должен был встречаться с генералом Потаповым. Вопреки обыкновению, пунктуальный молодой генерал, никогда не опаздывающий на такие встречи, в этот раз задержался и прибыл со значительным опозданием. Когда он вошел в комнату, Дронго читал старый журнал, который он нашел здесь, терпеливо ожидая генерала. Суслова, конечно, не стала подниматься с ним, но охранник, сидевший в коридоре, даже не шевельнулся, когда он попросил у него какую-нибудь книгу или журнал. «Бездействие для Дронго было хуже пытки». «Добрый вечер», — сказал генерал, входя в комнату. «Кажется, я немного опоздал». Он опоздал на сорок минут, но Дронго не стал уточнять, приняв такую форму извинения. «Что у вас нового?» — спросил Потапов, усаживаясь напротив. «Сделай нам чай, Сергей», — попросил он охранника, словно тот был не на работе, а подрядился служить секретарем генерала. Но охранник еще минуту назад молчаливый и надменный засутился, побежал на кухню, чтобы выполнить указание начальства. «Пока работаю», — коротко доложил Дронго. «Не слишком ли медленно?» — спросил Потапов. «По-моему, уже пора переходить к конкретным результатам». «А откуда вы знаете, что у меня их нет?» — усмехнулся Дронго. «В таком случае, почему их не знаю я?» — нахмурился генерал. «Результаты еще не совсем готовы, но уже первые подходы позволяют мне очертить круг подозреваемых и постараться точнее определить, «какое к чертовой матери точнее!» — беззлобно перебил его Потапов. «Вы же наверняка все знаете. Вы же прекрасный аналитик. Думаете, я так просто вас пригласил?» «Мы же проверяли. Лучше вас никого нет, и вы говорите круг подозреваемых. Не нужно меня обманывать». «По-моему, мы говорим на разных языках», — возразил Дронго. «А по-моему, вы просто хитрите», — упрямо возразил генерал. «С кем вы встречались за это время? Вы можете перечислить?» «Конечно. Со вдовой убитого журналиста, с его близкими друзьями, с его преемником, с актрисой, в организации убийства которой уже, кажется, успел признаться Роман Анатольевич. И с Павлом Капустиным?» «Вам сообщает обо всем Елена Суслова?» — мрачно спросил Дронго. «И не только она», — строго ответил генерал. «У меня есть свои наблюдатели, независимые от нашего связного. С ней-то вы, кажется, уже успели найти общий язык». «Это тоже вам сообщили ваши наблюдатели?» «Не шутите. Я действительно считаю, что после стольких разговоров вы уже обязаны были сделать первые выводы, и хочу их услышать». Сергей принес чай, и он замолчал, пока тот расставлял стаканы и чайник на столе. И лишь когда они остались опять одни, он снова заговорил. «Я хочу услышать вас, Дронго». «Не люблю делать поспешных выводов», — ответил он. «Не нужно меня торопить, это не даст положительных результатов. Мне непонятно, что именно вам нужно. Результат или сам процесс моего расследования?» Генерал помолчал, потом осторожно заметил. «Кажется, мы опять не понимаем друг друга». «У меня пока нет конкретных результатов», — снова сказал Дронго. «Но есть круг подозреваемых», — настаивал Потапов. «Возможно». «Так есть или нет?» «Возможно», — повысил голос Дронго. «Говорите, черт вас возьми», — закричал генерал. «Идите вы к черту», — разозлился Дронго. «Я вообще откажусь от расследования, если вы будете со мной так разговаривать». Потапов замолчал, тяжело дыша, но потом вдруг схватил журнал, лежавший на столе, достал из кармана ручку и написал фамилию через весь журнал, ту самую фамилию, которую ему в ресторане написал Аркадий Глинштейн. Генерал молча протянул журнал сидящему перед ним человеку, и когда Дронго прочитал фамилию, схватил журнал снова и сорвал обложку, где была написана фамилия. Потом достал зажигалку, поджег лист бумаги, и пока он горел, мрачно смотрел в пепельницу. И лишь разворошив пепел, он посмотрел на Дронго. «Сильно», — сказал тот, — «очень сильно». «Во всяком случае, это многое объясняет, в том числе и ваше нетерпение». Он не стал договаривать, но оба собеседника понимали друг друга. Если заказчик расследования уже знал главную фамилию подозреваемого в организации убийства, то зачем он поручал искать его, нанимая аналитика и обещая выплатить ему фантастическую сумму в миллион долларов? Ответ напрашивался сам собой. Только в случае настоящих, абсолютно проверенных доказательств можно будет возбудить уголовное дело. И заместитель руководителя ФСБ боится называть эту фамилию даже на конспиративной квартире, опасаясь, что кто-нибудь может услышать о готовящейся акции против подозреваемого. Дронго все понимал. Его наняли не просто для расследования. Все, почти все знают и понимают, кто мог организовать убийство Миронова. Почти все знают и фамилию главного организатора этого убийства. Но назвать фамилию значит бросить вызов, начать изнурительную и очень опасную борьбу не только с тем человеком, который стоял за этим убийством, но и с силами, стоявшими за его спиной. Такую миссию матроса, вобросившегося на амбразуру, никто не хотел принимать на себя. И потому с общего согласия был нанят лучший аналитик, не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, чтобы в случае удачи присвоить себе все лавры победителей, а в случае неудачи свалить все на голову нерадивого сыщика. «Теперь вы понимаете, насколько мы нуждаемся в ваших услугах», очень серьезно спросил генерал. «Все не так просто, Дронго. Одно дело знать, а другое доказать. Даже если я знаю, что кто-то сукин сын, то это я еще должен доказать. А вот если я сумею доказать, тогда все будет в порядке». «Но мне нужны точные, сильные, неопровержимые доказательства». «Вы не можете перевести свое знание в мир реальных фактов», — холодно осведомился Дронго. Ему совсем не нравилась ситуация, в которую он попал. Такое с ним случилось впервые в жизни. Да, наверное, подобного не было ни у одного аналитика, расследующего столь усложные преступления. «Большинство людей, знающих убитого, абсолютно точно вычислило и организатора этого убийства. Но вычислить не доказать. Значит, на долю Дронго оставалось самое трудное — обвинить подозреваемого в убийстве и сделать это, подкрепив свои обвинения убедительными фактами». «Только в этом случае генерал Потапов и те, кто стоял за его спиной, могли бы надеяться, что сумеют победить в той трудной схватке, которая им предстояла». По существу речь шла не об убитом журналисте, который, несмотря на огромную популярность, стал пешкой в этой игре. Речь шла о самом государстве, в котором не на жизнь, а на смерть схлестнулись несколько групп ведущих политиков, каждая из которых стремилась обрести наибольшее влияние, а значит, и занять руководящие посты в государстве. Обретению этого влияния и послужил бы показательный процесс над организаторами убийства журналиста Алексея Миронова. Но никто не хотел брать на себя ответственность за право первого удара. Эту роль ударной пешки, вскрывающей фронт противника и неизменно погибающей, при этом отвели Дронго. — Поэтому мы предложили вам самому перевести эти подозрения в мир реальных фактов, — усмехнулся генерал. — Что вы хотите? — прямо спросил Дронго. — Скажите мне конкретно, что именно вам нужно? — Факты, — упрямо повторил Потапов, — только подкрепленные конкретными доказательствами, убедительные факты. — Ни слухи, ни разговоры, ни предположения. Такого добра хватает и у нас. Только факты, неопровержимые факты. И вы получите свой гонорар. — Либо деньгами, либо пулей, — закончил за него Дронго. Генерал посмотрел на него, помолчал, потом криво усмехнулся и спросил. — А вы хотели получить такой гонорар без риска для жизни? — Хех, так не бывает, Дронго. — Так просто не бывает. — Это я уже понял, — кивнул Дронго. — У вас ко мне все? Потапов постучал по столу, где лежал журнал с вырванной обложкой. Выразительный сказал. — Я думаю, что вы меня поняли. — А я думаю, что вы меня нет. Дронго встал и, не дожидаясь, пока высылкий гость поднимется, кивнул ему на прощание, выходя в коридор. Сидевший за столом генерал еще раз усмехнулся, потом немного подумав, озабоченно взял журнал и на всякий случай вырвал следующую за обложкой страницу, решив подстраховаться. Дронго медленно шел по улице, свернул за угол. Он сразу почувствовал, что за ним следят. Это было какое-то непонятное чувство, обостренное постоянной настороженностью и подозрительностью. Пройдя еще несколько шагов, он резко свернул в подъезд и только затем выглянул, заметив остановившуюся рядом с домом машину. Это была Лена Суслова. Он вышел из подъезда и, ни слова не говоря, сел в автомобиль. — В следующий раз предупреждай меня заранее, когда будешь следить за мной, — недовольно проворчал он. — А если бы я начал стрелять? — Нет, — улыбнулась она. — Я ведь знаю, ты никогда не стреляешь, нападая первым. Ты делаешь это только в случае самой крайней необходимости. Я уже немного тебя знаю, чтобы предположить твою реакцию. — Это плохо, — почему-то сказал он. — Получается, что мои действия легко просчитываются. Она искоса взглянула на него. — Почему ты такой странный? — Тебе никто не говорил, что ты ведешь себя неправильно. В отношении с женщинами ты то приближаешься, то отдаляешься. Почему ты так делаешь? — Не знаю. Наверное, потому что боюсь иметь близких людей. У меня слишком опасная работа, чтобы я имел право рисковать еще чьей-либо жизнью. За моей спиной целый список могил, в том числе моих друзей. И я не хочу множить этот список. Она дотронулась до его руки. Мягко сказала. — Это все твои страхи. — Это реальность, — упрямо возразил он. — Я ведь не совсем еще дисквалифицировался. Думаешь, я не понимаю, почему ты ждала меня у дома? — Почему ты решила меня подождать? — И что ты понимаешь? — Все. То, что знаешь и ты. — Вы все знаете, кто мог совершить это преступление. Но все делают вид, что ничего не знают. Как ты думаешь, я могу в такое поверить? — Что тебе сказал генерал? — ответила она вопросом на его вопрос. — То же, что и вы все. Он просто написал мне фамилию человека, о котором я уже слышал. Написал и сразу вырвал лист, чтобы его сжечь. — Тебе не кажется странным, что генерал ФСБ боится называть имя этого человека даже на конспиративной квартире в окружении своих сотрудников. Мне кажется, я ответил на твой вопрос. — Уезжай из Москвы. Вдруг попросила она. — Я тебя прошу, уезжай. Она вырулила машину к тротуару. Они были недалеко от его дома. Он взглянул на нее. На этот раз она была более чем стревожена. — Уже не могу, — очень серьезно ответил Дронго. — Мой контракт не предусматривает выхода из игры. Ты ведь понимаешь, что уже поздно. Я теперь носитель тайны, а таких носителей нигде не любят. Мне не разрешат выйти из игры. — Господи! — вздохнула она. — Почему ты ввязался в эту интригу? Ты в любом случае проиграешь. Никто тебя не станет защищать. Если ты найдешь убийцу, то тебя никто не будет благодарить. Не те, против кого ты действовал, не те, для кого ты работал. И если не найдешь, ситуация будет такой же. У тебя нет шансов, Дронго, ни единого. Наши вампиры тебя просто не отпустят. Неужели ты этому не понимаешь? При любом раскладе ты в проигрыше. — А я привык играть один, — улыбнулся Дронго, и отвечать за свои действия. Не нужно так переживать. Он поднял руку, чтобы дотронуться до ее волос. Она резко тряхнула головой. — Иди ты к черту! Он убрал руку и засмеялся. Она удивленно взглянула на него, не понимая, чем вызван его смех. — Меня все время посылают к этому господину, — сказал он, объясняя свой смех. — Не шути, — попросила она. — Все очень серьезно. — Я знаю. На этот раз он провел по ее волосам ладонью, мягко притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он наклонился и осторожно поцеловал ее в губы и взглянул ей в глаза, чуть отстраняясь. На этот раз она сама потянулась к нему и поцеловала. — Ты необыкновенный человек, — прошептала она. — Тебе никто не говорил, что ты необыкновенный? — Я буду считать это комплиментом, — чуть улыбнулся он. — Будь осторожен, — попросила она. — Я тебя очень прошу, будь осторожен. Мы все за тебя беспокоимся. Мы все очень за тебя переживаем. Потапов неплохой человек, просто он тоже втянут в игру, как и все мы. Ты ведь понимаешь, что он никогда бы не решился сделать тебе такое предложение и заплатить за твое расследование целый миллион долларов. Есть очень много людей, которые готовы заплатить еще больше за конкретный результат. Гораздо больше. Речь идет не о несчастном Леше Миронове. — Не надо, — перебил он ее. — Не нужно мне ничего объяснять. Я все понимаю. И не нужно за меня так переживать. Мы еще только в середине пути, и я все-таки попытаюсь что-нибудь сделать. С кем ты еще хочешь встретиться? Теперь мне нужно снова нанести визит в вдове покойного, узнать некоторые подробности, и потом более определенно решать, с кем и зачем я должен увидеться. — Но графа я найду в любом случае. Он рецидивист-убийца. — Если я не боюсь людей гораздо более страшных и могущественных, то тем более не буду бояться графа, — сказал на прощание Дронго. — У меня к тебе просьба. — Какая? — Пусть получше, — допросит Романа Анатольевича. Он наверняка может рассказать много интересного. Кто и зачем ему все это поручил, от кого он получал указания. В общем, постарайтесь выжать из него все, что можно. Она как-то странно взглянула на него. — Я думала, что генерал тебе уже сообщил. — Что? Что он должен был мне сказать? — Роман Анатольевич отравился сегодня в нашей тюрьме. Кто-то передал ему цианистый калий. Он уже ничего нам не сможет рассказать. — Как это произошло? — спросил ошеломленный Дронго. Весть действительно была поразительной. Теперь он понимал страх генерала, в тюрьме которого неожиданно кончает самоубийством самый главный свидетель. И страх молодой женщины, сидевшей рядом с ним за рулем автомобиля. Его нашли несколько часов назад. Надзиратель уверяет, что у Романа Анатольевича ничего похожего на лекарство не было, однако кто-то все-таки передал ему этот яд. Результаты вскрытия будут готовы через несколько часов. Но уже сейчас ясно, что он отравился. — А ребята? — выдохнул он. — Типичные быки. Они ничего не знают. Их нанимали только для того, чтобы убрать Светлану Рожко и немного испугать тебя. Они получили задание избить тебя, но не убивать. — От кого? — От Романа Анатольевича. Но это ребята графа, на которого они не хотят показывать. Он решительно выскочил из автомобиля. — До свидания! — крикнул он. — Будь осторожен! — закричала она вслед, но он только махнул рукой. — Значит, они убирают свидетелей даже в изоляторе ФСБ. — Холодно подумал он. — Кажется, мне нужно перестроить свою тактику. Глава двадцать девятая. В эту ночь игра в казино шла, как всегда, оживленно. Приехала большая группа постоянных клиентов, умудрившихся проиграть за одну ночь около 180 тысяч долларов. Оживленный Курчадзе приказал подать всем клиентам в зал шампанское за счет заведения, празднуя прибыль и удачную для него игру. Вместе с тем он пригазал Хашимбеку усилить наблюдение за внутренними помещениями и порядком в залах, зная, как бурно реагируют некоторые на крупные проигрыши. Дело было не в деньгах. У приезжавших сюда миллионеров денег было много. При этом деньги были неправедные, не доставшиеся никому из них тяжелым трудом, и поэтому они тратили их с тем большим удовольствием. Но Георгий знал, что многим не нравится сам факт проигрыша, и они вполне способны учинить бурный скандал. Но на этот раз все обошлось благополучно. Игроки с трудом держались на ногах. Они уехали утром, когда уже было светло, и уезжали вполне довольные, несмотря на большой проигрыш. Курчадзе был очень доволен. Позвав к себе своих основных помощников, он выдал каждому из них своеобразные премиальные за трудную ночь и разрешил закрыть казино. Хошимбек еще раз привычно обошел залы, проверяя, все ли в порядке, и только в половине седьмого отправился к своему «Шевроле», намереваясь поехать домой. Перед отъездом он поручил, чтобы его заместитель Виталий Лунгин особенно внимательно проверил вечернюю готовность сотрудников казино. Он знал, что обычно после большого выигрыша сотрудники несколько расслабляются, и это сказывается на результатах деятельности игорного заведения. А это было неприятно и самому Хошимбеку, так как от благосостояния казино зависело и его собственное благополучие. Он выехал со стоянки, кивнув охраннику на прощание. В последние месяцы он жил на даче, перевезя туда свою семью. В городской квартире шел ремонт, и он рассчитывал закончить его как раз к осени. Набирая скорость, «Шевроле» несся по притихшим московским улицам. Хошимбек любил это время суток, когда можно было выжимать из автомобиля все возможное. Он уже давно перешел на ночной образ жизни, работая с пяти вечера до семи утра и отсыпаясь днем. За городом он еще больше увеличил скорость. Дорога была привычной, и он даже немного расслабился, предвкушая холодный душ и теплую постель. На повороте к даче стоял автомобиль ГАИ с двумя сотрудниками. У одного из них в руках был автомат. Увидев милицию, он невольно нахмурился. «Странно, что они оказались здесь», — подумал он. Сотрудник ГАИ махнул рукой, чтобы он остановился. Обычно Хошимбек не подчинялся таким требованиям, просто увеличивал скорость. На этом повороте объехать автомобиль ГАИ было невозможно, и он остановил машину, недовольно морща лоб. Один из сотрудников, тот самый, который предложил ему остановиться, подошел и строго спросил. «Почему превышаете скорость?» «Извини, дорогой», — улыбнулся Хошимбек, привычно доставая стодолларовую купюру. Обычно на сотрудников ГАИ она действовала ошеломляюще. Его машину знали почти все гаишники на этом участке, и поэтому он был немного удивлен, увидев новые лица. Милиционер строго посмотрел на него. «Предъявите ваши документы», — холодно предложил он. Хошимбек привычно протянул стодолларовую купюру. «Вот мои документы», — улыбнулся он. «Можешь их оставить себе?» Но к его изумлению сотрудник ГАИ даже не взглянул на деньги. Он покачал головой и повторил. «Ваши документы». «Кончай дурить», — нахмурился Хошимбек. «Возьми деньги, пропусти меня. Я всю ночь не спал, тороплюсь очень». «Ваши документы», — упрямо повторил сотрудник ГАИ. Хошимбек, поняв, что нарвался на придурка, вздохнул и полез за документами. Отдавая права офицеру, он издевательски спросил. «Это лучше других документов, да?» «Покажите, что у вас лежит в багажнике», — предложил ГАИшник. «Совсем ты голову потерял? Наверное, всю ночь не спал, да?» — посетовал Хошимбек, выходя из машины. «Почему они так рано утром стоят здесь и проверяют его машину?» — мелькнула мысль. Он уже стоял около багажника, когда краем глаза заметил, что второй сотрудник ГАИ поднял свой автомат и заметил, как плохо сидит на нем форма. Она была явно не с его плеча. За спиной раздался визг тормозов. Еще не сознавая до конца, что именно происходит, он метнулся к салону своего автомобиля, звериным чутьем чувствуя подвох, и свалился от сильного удара, который нанес ему первый сотрудник ГАИ рукояткой пистолета. Хошимбек был сильным и опытным человеком. Он все еще пытался встать и дотянуться до салона, где под сидением у него лежал пистолет, но из подъехавшей машины выскочили четверо молодых людей и скопом навалились на него. Он рвался к машине, но его били ногами, прикладами, не давая двинуться с места. Он рычал от бешенства, понимая, что они не убьют его, они должны захватить его живым, а он знал, что в подобных случаях это гораздо хуже смерти. Поэтому он кричал и буквально рвал зубами своих противников, пытаясь дотянуться до салона. Но силы были слишком неравны. Весь избитый в крови, он отбросил нескольких нападающих и уже схватился за дверцу своего автомобиля, когда его стали бить по животу ногами в тяжелых ботинках. ГАИшник бил его по пальцам рукояткой пистолета. Несмотря на страшную боль, Хашимбек все еще пытался что-то сделать. Один из нападавших ударил его по голове прикладом автомата, и только тогда он, дернувшись, затих. — Убил? — закричал один из нападавших. — Я тебя по земле размажу, если ты его убил. Другой, ударивший Хашимбека прикладом, наклонился к нему, потрогал его шею, потом поднял голову. Дышит еще. — Здоровый мужик был, — уважительно сказал кто-то из нападавших. — Тащите его к машине, — распорядился все тот же уверенный голос. Потерявшего в сознании Хашимбека потащили к машине. Они тащили его не очень церемонясь, волоча по земле. Он открыл глаза. Восточная хитрость гласит, что раненая змея гораздо опаснее. Он мгновенно осознал, что происходит, и ногами изо всех сил толкнул тащивших его молодых людей. Те рухнули. Он вскочил на ноги. — Держи! — закричали остальные. — Держи его! Георгий Курчадзе не зря держал у себя такого начальника охраны. Хашимбек снова отшвырнул нескольких нападавших и рванулся к лесу. И тут второй лжесотрудник ГАИ, увидевший, что он уходит, дал короткую очередь, целясь ему по ногам. Хашимбек покатился по земле. Подоспевшие боевики долго и с наслаждением били пленника. Он уже не стонал, когда его подняли. Пули пробили ему ноги в трех местах, и теперь он при всем желании не мог бы никуда убежать. Ему наскоро перевязали ноги, чтобы он не истек кровью, и повезли в соседнюю больницу, чтобы сделать перевязку по-настоящему и оказать помощь еще до того, как с ним захотят побеседовать те, кто заказал это похищение. Он пришел в себя уже через несколько часов. Подняв голову, оглядел комнату, в которой лежал. Руки были скованы наручниками и подняты над головой. Обе ноги перебинтованные. Он вспомнил про свои ранения и пошевелил ногами. Они его почти не слушались. Сбежать отсюда не было никакой возможности, даже если бы его и не охраняли. Сидевший рядом молодой человек убрал блеснувший шприц, и Хашимбек понял, почему он пришел в сознание. Молодой человек наклонился над ним, потрогал его лицо, посмотрел в глаза и удовлетворенно кивнул. После чего быстро поднялся, вышел из комнаты, очевидно приглашая кого-то войти. Еще через несколько минут в комнату вошел человек, которого Хашимбек узнал сразу. Это был граф. Чем быстрее он им все расскажет, тем быстрее его убьют. В противном случае его ждали страшные и мучительные пытки, которые только может придумать человеческая фантазия. Он был уже внутренне готов к этим пыткам, зная, что его все равно не пощадят. Просить их о чем-либо было бесполезно. Живым они его все равно не отпустят. Значит, теперь ему нужно умереть как мужчине. Говорят, что его прадеда сожгли живьем враги, и он не издал при этом ни одного звука. Сегодня мучители убедятся в том, что в роду Хашимбека не было трусов и слабаков. Он сумеет умереть как настоящий мужчина. В конце концов, это всегда было делом чести мужчины умереть, как подобает воину. Он ничего не боится. У него есть сын, который продолжит их род. — Здравствуй, Хашимбек! — сказал граф, усаживаясь рядом с ним. Сказал таким голосом, будто пришел навестить в больнице старого знакомого. Хашимбек открыл глаза, посмотрел на своего мучителя и отвернулся. Говорить было не о чем. — Ты на меня так не смотри! — усмехнулся граф. — Я тут ни при чем. Во всем твой хозяин виноват. Георгий, зачем он помог наших ребят убрать? Устроил взрыв на стоянке. Думаешь, что мы такие дураки? Без ведома твоего хозяина машину бы никогда не взорвали, а Тит никогда бы не пропал. Это все сделал либо сам Георгий, либо его друзья. Хашимбек хранил презрительное молчание. Граф нетерпеливо заерзал на стуле. — У нас нет времени, Хашимбек. У нас очень мало времени. Уже скоро твой хозяин будет искать тебя повсюду. Если к ночи тебя не найдут, они все поймут и постараются принять нужные меры. Значит, у тебя и у нас времени только до ночи. Я не буду тебя обманывать, Хашимбек, и говорить, что мы тебя отпустим. Мы тебя все равно не отпустим, и ты это знаешь. Но я могу тебе обещать, что ты умрешь, как мужчина, от пули. Хашимбек усмехнулся, показывая крупные зубы. Он знал, что нельзя вступать в спор в таких случаях. Это было бы проявлением слабости, которую он всегда презирал. Отныне Хашимбек больше не скажет ни единого слова, ни одного. Он умрет молча, как мужчина. У тебя сквозные ранения ног, продолжал граф, глядя на своего пленника. Если не сделают нормальную перевязку, не вытащат пулю, может начаться гангрена. Врач требует сделать операцию немедленно. Но у нас нет времени, Хашимбек, поэтому я должен тебе все рассказать. Мне нужно знать, кто и почему украл из казино Тита, и куда пропал ваш Ираклий. Только эти два вопроса. Ты ответишь мне на них и получишь пулю в сердце. Если не ответишь, Хашимбек, ты знаешь, как я не люблю крови. Но пулю нельзя оставлять в твоей ноге. Ее тебе удалят без наркоза и вместе с ногой. Зрачки у Хашимбека дрогнули. Но мужчина не должен бояться боли. Он презрительно сморщился и снова ничего не сказал. — В последний раз тебя спрашиваю, — вздохнул граф. — Граф, они стоят за дверью. Если ты сейчас не скажешь, тебе отрежут ногу. Пилой, без наркоза. Ты даже не можешь себе представить, как это страшно, Хашимбек. Не валяй, дурака, не нужно геройствовать. Я же не прошу тебя выдавать мне секреты твоего хозяина. Только дай мне ответ на два вопроса. Я обещаю, что ты умрешь сразу. Тихо, без боли. Мы все сделаем аккуратно. Хашимбек по-прежнему молчал. Граф посмотрел на него, кивнул головой, поднялся. — Как хочешь. Ты пойми, что это не моя прихоть. Нам нужно знать, кто похитил Тита и куда убрали Ираклия. И мы все равно это узнаем. Ты можешь молчать один день, ты можешь терпеть пытки другой день. Но рано или поздно ты заговоришь. А так как у нас нет времени, то мы не будем прибегать к более легким способам пытки. Мы сразу начнем с самой страшной, какая только возможно. Ты, видимо, меня не совсем понял. Тебе отрежут ногу без наркоза, показал на свое колено граф. Отрежут, и ты все равно нам все расскажешь. Он вышел из палаты. И Хашимбек незаметно выдохнул. Теперь предстояло самое мучительное и самое главное испытание в его жизни. Помогите мне, мои предки, мысленно взывал он к своим прародителям. Сделайте меня сильным. Пусть ваше мужество наполнит мое сердце, а уста мои сделаются каменными вратами, которые не выпустят никаких слов. В палату вошли три человека. Двое из них были в белых халатах. Хашимбек еще раз тяжело выдохнул. Его прадед не проронил ни слова. Такова была легенда. Значит, и он должен молчать. С его сорвали одеяло, разбинтовали ноги. Один из вожеджих поднял пилу. Он не смотрел на Хашимбека, словно стеснялся того, что должен сделать. И затем пила заработала. Первое прикосновение пилы было не страшным. Кровь брызнула на стоявшего рядом второго палача, и Хашимбек даже удивился, почему он не чувствует боли. Потом начался ад. Это была даже не боль. Это была даже не пытка. Ему казалось, что раздирают все его внутренности, выдергивают все нервные окончания, пилят не только его ногу, но и все остальные части тела. В глаза бил сильный свет, в ушах гудело. Он не слышал своих криков. Ему казалось, что он молчит, но его дикие, утробные, страшные крики разносились по всему дому. Палач продолжал свое дело, и Хашимбеку в какой-то момент показалось, что он сходит с ума, словно эта выворачивающая тело боль стала коридором в мир безумия, где не было ничего, кроме его воя и этой боли. В соседней комнате граф слышал эти крики. Он недовольно поморщился. «Как все это глупо!» — подумал он. «Если все равно знаешь, что проиграл, то зачем сопротивляться? Не лучше ли избавить себя от мучений? Этот упрямый восточный характер!» — нервно подумал он. В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Он догадывался, кто это может звонить. «Как у тебя дела?» — услышал он голос наблюдателя. «Все в порядке», — быстро сказал граф, теснее прижимая телефон к уху, чтобы его собеседник не услышал ни человеческих криков пленника. «Кто похитил нашего друга?» — спросил наблюдатель. «Они оба знали, что по мобильному телефону нельзя называть никаких имен. Ты узнал, кто это сделал и зачем?» «Нет, но скоро узнаем», — так же быстро ответил граф. Крики стихли. Он невольно посмотрел на дверь. «Неужели пленник заговорил?» «У нас мало времени», — напомнил наблюдатель перед тем, как отключиться. «Я все понимаю». Он опять прислушался, но криков больше не услышал. Он положил телефон на столик перед собой, когда в комнату вошел один из его боевиков. «Что там случилось?» — резко спросил граф. «Он заговорил?» «Он потерял сознание, виноватый», — сказал боевик. «Мы отрезали ему ногу, но он молчит. Сейчас врачи вводят ему наркоз, говорят, должны обработать рану, чтобы он еще несколько дней протянул». «Как это?» — отрезали ногу, — не понял граф. «Целиком?» «Угу», — невесело сказал боевик. «Пила такая вещь, чуть тронул, так она и пошла». «Идиоты!» — закричал граф. «Он мог умереть от болевого шока! Вашу мать!» Он вскочил и побежал в другую комнату. Вся кровать была в крови. Над пленником склонилось сразу двое врачей. Один из них поднял голову, покачал головой. «Сволочи вы все! Палачи! Так человека мучаете!» «Заткнись!» — закричал, что есть силы граф, и, подойдя к лежавшему на постели, тревожно взглянул на него. «Он будет жить?» «Пока живой, а потом не знаю», — пожал плечами врач и уважительно добавил. «Таким людям памятники ставить нужно, а вы его мучаете». Врач был доверенным человеком группы графа. Он давно уже занимался подобными вещами и привык к издевательствам над пленными. Но теперь даже его потрясло мужество пленника. «Он придет в себя?» — нервно спросил граф. «Придет. Постараемся что-нибудь сделать», — пожал плечами врач. Ему было сорок лет, и он давно был циником и подлецом, получая деньги от бандитов за пытки над пленниками. Но теперь он мрачно посмотрел на графа и сказал. «Он ничего нам не расскажет». «Не твое собачье дело!» — огрызнулся Пахан. «Ты сделай так, чтобы он не умер!» «Он протянет еще несколько дней», — не унимался врач. «Но все равно ничего не скажет». «Мы отрезали ему ногу, граф, а он молчал. Ты даже не можешь себе представить, какая это боль». «Лучше давай я сделаю ему укол, и он уснет навсегда. Только попробуй, я тебе самому такой укол сделаю», — пообещал граф, выходя из комнаты. Он вышел в соседнюю комнату, долго стоял, колеблясь, потом, наконец, поднял телефон и набрал номер. «Это я», — сказал он. «У нас ничего не получается». Ему никто не ответил, и он несколько и беспокойно повторил. «Ничего не получается». «Вы все пробовали?» «Даже оторвали конечность у этой куклы», — сказал граф. «Ничего не выходит». «Ладно», — раздраженно сказал наблюдатель. «Вечно ты мельтишишь. Ничего сделать нормально не можешь». «Он восточный человек, упрямый как баран», — попытался оправдаться граф. «Значит, нужно придумать что-нибудь новое», — посоветовал наблюдатель. «Я сам приеду к тебе ночью и обмозгуюсь ребятами, как нам быть». Поздно ночью Хашембек снова пришел в себя. Боль еще напоминала о себе неутихающей огненной мукой в голове и по всему телу, но уже не было такого пронзительного шума в ушах. Он с трудом приподнял голову, увидел, что у него уже нет ноги. Увидел и почему-то усмехнулся. Он был доволен собой, он не посрамил своих предков. Они увидятся на том свете и будут довольны мужеством правнука. Теперь эти сволочи ему ничего не сделают, даже если отрежут и вторую ногу. Он снова увидел стоявшего над собой врача. Тот наклонился к нему и тревожно спросил. «Как вы себя чувствуете?» Хашембек усмехнулся. Его глаза горели радостным огнем. Он все равно победил этих сволочей. Он все равно победил. В этот момент в комнату вошли еще двое, и врач быстро вышел. Один из вошедших был граф, другой — солидный мужчина, явно имевший право задавать вопросы и графу, и всем, кто находился в этом здании. Никогда раньше Хашембек его не видел, но по осанке и палаткам понял, что тот стоит гораздо выше, чем граф. Незнакомец сел на стул перед ним, а граф встал рядом. «Вот ты какой, Хашембек!» Без тени улыбки сказал незнакомец. «Ты молодец! Настоящий мужчина! Поверь, что если бы я мог, я бы прямо сейчас отпустил тебя!» Хашембек по-прежнему молчал. «Теперь будут уговаривать», — решил он, но он ошибался. «Я не буду с тобой торговаться», — предложал незнакомец. «Ты все равно отсюда не должен уйти, но я предлагаю тебе рассказать то, что нам нужно». Пленник закрыл глаза, словно давая понять, что прием окончен, но незнакомец не унимался. «Ты сильный человек», — сказал он, «и мы знаем, что сломить твое мужество невозможно. Ты настоящий мужчина, но ты должен понять и нас. Мы обязаны узнать, кто и зачем похитил нашего друга, поэтому мы сделаем все, чтобы ты рассказал это. Мы не остановимся ни перед чем. Ты понимаешь, Хашембек? Ни перед чем». Хашембек открыл глаза и посмотрел на своего мучителя, потом презрительно скривил губы и снова ничего не сказал. «Мы не остановимся ни перед чем», — упрямо повторил незнакомец и, обернувшись к графу, приказал, «пусть приведут, только сними с него наручники». «Он опасен», — покачал головой граф, «нельзя этого делать». «Куда он увяжет с одной ногой?» — усмехнулся наблюдатель. «Да еще в таком положении. Сними с него наручники. Он все правильно поймет». Граф подошел и отстегнул наручники. Хашембек не мог сам опустить руки, и граф просто положил их на постель прямо рядом с телом, после чего вышел из комнаты. Затекшие руки тупо болели, и Хашембек невольно пошевелил ими, стараясь разогнать скопившуюся кровь. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел граф. А следом... Даже появление ангела или дьявола уже не могло испугать Хашембека, но следом за графом в комнату вошел его сын, его маленький десятилетний Мурат, увидев которого отец даже всхлипнул от неожиданности. «Отец!» — ребенок бросился к нему, упал на постель, заплакал. Хашембек ненавидящими глазами посмотрел на своих мучителей. Они нашли его самое уязвимое место. Они ударили так, что он не сможет теперь остаться мужчиной. Он опозорит свой род. Но чтобы его род существовал, он должен сохранить жизнь своему сыну и опозорить свой род. Он чуть приподнял ладони, дотронулся до головы сына. Как он мечтал о сыне! Как он хотел наследника своего рода! После трех дочерей у него, наконец, родился сын, и теперь он должен выбирать! «Все хорошо!» — выдавил он первые слова на этот день. «Все хорошо!» — он сказал их на родном для них языке, на том самом, на котором его мать пела ему колыбельные песни, и которые слышал и его сын с самого рождения. «Отец!» — плакал мальчик. «Мне сказали, что ты ранен!» Хошембек кивнул головой наблюдателю. Он понял, что находившийся в комнате бандит проявил не меньшее благородство. Он не сказал мальчику, что его отец захвачен, чтобы не пугать его раньше времени, и снял наручники, чтобы мальчик ничего не узнал. «Поцелуй меня, Мурат!» — сказал он с небывалой нежностью. Мальчик припал к его заросшей щеке. «Всегда помни о чести нашего рода!» — строго напомнил Хошембек и кивнул наблюдателю, давая знак, чтобы сына увели. Граф вывел мальчика из комнаты. Наблюдатель холодно посмотрел вслед. «Ты восточный человек, Хошембек, и знаешь, что такое семья!» — бесстрастно сказал он. «И знаешь, что такое слово вора. Даю тебе слово, что с головы мальчика не упадет ни один волос. Но ты должен нам сказать, кто и зачем похитил Кита». «Я верю тебе!» — выдавил Хошембек. «Верю!» И вдруг от пережитого потрясения он заплакал. «Беззвучно и страшно, как плачут сильные мужчины!» Потом закрыл глаза, снова открыл их. Теперь он был подлецом и предателем, и предки с ненавистью будут упоминать его имя. Но зато Мурат будет жить. Ну как он будет жить с клеймом предателя? Как будет жить на земле сын человека, отец которого опозорил свой род? Старики в горах скажут, что такой отец не имел права иметь сына, и будут правы. Значит, он обязан молчать. Но мальчик! Как он мечтал о сыне! Как он о нем мечтал! Если он сейчас проявит слабость, то сын когда-нибудь узнает, что его собственная жизнь была куплена путем позора отца, и никогда не сможет смыть с себя этот позор. Нет, так делать нельзя. Я жду, Хошимбек, негромко сказал наблюдатель. Иракрия можете не искать, сказал только то, что мог сказать Хошимбек. Я его сам убил и сам закопал. Больше я вам ничего не скажу. Можете убить моего сына вместе со мной, но меня позже. Я должен все знать еще при жизни. Наблюдатель как-то неопределенно мотнул головой и молча поднялся. Потом посмотрел на измученного пленника. Как ты хочешь умереть, Хошимбек? Хошимбек внезапно спросил он. Обещаю, что исполню и это твое желание. Пусть мне принесут пистолет с одним патроном, сказал Хошимбек и закрыл глаза. Больше в этой жизни у него не осталось никаких дел. — Твоего мальчика все равно не тронут, вдруг сказал наблюдатель. Ты сильный человек, Хошимбек, а я должен уважать сильных людей. И тебя не убьют. В этом мире мало настоящих мужчин. Ты один из них. Если сумеешь выжить, останешься жить. Сегодня тебе вызовут лучшего врача. Не знаю, где тебя нашел Георгий, но я ему завидую. Таких мужчин я давно не встречал. Если ты захочешь когда-нибудь получить мою рекомендацию, придешь ко мне. Наблюдатель вышел из комнаты. В коридоре стоял граф. Увидев выходившего, он поспешил к нему. — Я не верил, что такое может случиться, — восхищенно сказал граф. Он сразу заговорил. Для восточного человека самое главное — честь и семья, но все эти понятия важны только в том случае, если он может их кому-то передать. Но если он готов отказаться даже от сына, значит, честь рода для него дороже всего. Мы от него больше ничего не добьемся. Достаточно и того, что узнали. Мальчик был нашим последним аргументом. Но мы ничего не узнали, — недоуменно напомнил граф. Достаточно, чтобы понять, что в игре против нас участвовал и сам Курчадзе. Если не было бы никакой тайны, Хошинбек не стал бы молчать столько времени. Значит, тайна была и основой этой тайны Георгий Курчадзе. Айраклия не ищите, его уже зарыли в землю. Это он сказал? — Это единственное, что он сказал, — кивнул наблюдатель. — Не человек, а железо. Таких людей у нас раньше сразу выше ранг возводили. Он такую пытку прошел, а молчал. Его мучили, а он молчал. Даже когда его единственного сына привезли, он и тогда молчал. Предложил убить его вместе с сыном, чтобы не позорить свой род. А ведь сын его четвертый ребенок. Он так ждал сына. Ты понимаешь, какой это кремень? Мы ничего здесь больше не добьемся, даже если разрежем его на куски. Прикажи, пусть ему срочно вызовут врача, настоящего врача, а не твоего кровососа. — Гаденыша придушить? — спросил граф. — Нет, — изменился в лице наблюдатель. Я дал слово вора. Немедленно отпустите мальчика. Отвезете его домой, и чтобы ничего ему не говорили. — Все понял, — кивнул граф. Если врач скажет, что ему уже нельзя помочь, можешь дать ему пистолет с одним патроном. Он хочет застрелиться. Может, ему подсобить? — Эх, граф, — вдруг сказал наблюдатель. — Ну, какой ты к матери вор. Балда ты. Мокрота одна. Кодекса нашего не уважаешь. Там мужчина лежит. Настоящий мужчина. А ты по сравнению с ним. Настоящее дерьмо. И, не сказав больше ни слова, повернулся и пошел к выходу. Глава тридцатая. В это утро Дронго решил еще раз встретиться со вдовой погибшего журналиста. Он знал время, когда пунктуальная Кира Леонидовна выходит из дома, и поэтому ждал ее во дворе, наблюдая за подъездом. Ровно в половине одиннадцатого она вышла из дома, холодная, надменная, элегантная. На ней был шерстяной красно-черный костюм и небольшая черная шляпка, дополнявшая ее наряд. Как обычно, она прошла мимо сидящих на скамейке старушек, не поздоровавшись с ними. И, как обычно, они стали негромко обсуждать достоинства и недостатки новой соседки. Она направилась к стоянке машин, находившейся за домом, и в этот момент к ней шагнул Дронго. Она привычно кивнула ему, углядев в знакомое лицо, и пошла, было дальше, но вдруг остановилась, повернулась и сказала. Я вас сразу не узнала. Что вам здесь нужно? Я хочу поговорить с вами. Нам не о чем больше разговаривать, строго сказала она. Вам не кажется, что ваше назойливое любопытство уже переходит все возможные грани приличия? Нельзя быть таким бесцеремонным, господин Кузнецов. Это очень раздражает. Она не повернулась, когда он довольно громко сказал. Я не Кузнецов. Она, не поворачивая головы, сказала ледяным голосом. Это ваши проблемы. Если вам нравится играть в прятки, можете продолжать. Она сделала еще один шаг, но он заговорил вновь. Я знаю, кто организовал убийство вашего мужа. Она остановилась, замерла, повернула голову, посмотрела на него и, чуть заикаясь, спросила. Что? Что вы сказали? Я знаю, кто организовал убийство вашего мужа, повторил он. Вы ненормальный, убежденно сказала она. Этим делом занимается прокуратура и милиция. Оставьте меня в покое. Они никогда ничего не найдут, продолжал Дронго. И вы знаете, почему. Кира Леонидовна стояла, не двигаясь. Стояла так, словно размышляла, что ей делать дальше. Наконец она повернулась, сделала два шага по направлению к нему и спросила. Что вам нужно? Зачем вы меня преследуете? А вы не хотите знать, кто организовал убийство вашего мужа? Говорите, потребовала она, оглянувшись по сторонам. Зачем вы звонили и предупреждали насчет моего визита? Вдруг спросил он. Женщина чуть покраснела, смутилась. Я никому не звонила. С чего вы взяли? Он молчал, глядя ей в глаза. Что-то в его глазах заставило ее дрогнуть. Она нервно поправила воротник, снова оглянулась. Чего вы добиваетесь? Спросила Кира Леонидовна. Я не понимаю, почему вы меня преследуете. Кому вы звонили? Спросил он. Поймите, что от ответа на этот вопрос зависит и продолжение нашего дальнейшего разговора. Она заметно нервничала, но молчала. Я абсолютно точно знаю, что вы звонили, продолжал Дронго. И даже догадываюсь, кому именно. Но мне нужно услышать это имя от вас. Только в этом случае я могу продолжать разговор с вами. Вы ненормальный, немного растерянно повторила Кира Леонидовна. Сначала вы обманом проникаете ко мне под видом журналиста и пытаетесь выудить из меня какую-то информацию, попутно говоря мне всякие гадости. Потом звоните в полночь с непонятными вопросами и, наконец, теперь начинаете говорить загадками. Извините меня, но, по-моему, нам не о чем разговаривать. В полночь я позвонил, чтобы узнать у вас о Романе Анатольевиче, который был убит вчера вечером. Вот на этот раз она испугалась. Она вздрогнула и уже менее решительным голосом спросила, где его убили. Значит, вы его знали? Знала, слышала. Господи, какое это имеет значение, если человека уже нет на свете? Как его убили? В следственном изоляторе ФСБ. Его отвезли туда на допрос, и кто-то успел передать ему сильнодействующий яд. Или подложить в пищу. Смерть была мгновенной. Она закрыла глаза. Господи, Боже ты мой! Прошептала она. Какой ужас! Если бы вы честно сказали мне, кому вы звонили, сообщая о моем визите к вам, он, возможно, был бы жив. Холодно, добавил Дронго. Не смейте так говорить, стрепянулась она. Вы хотите сказать, что на моей совести его убийство? Мы с ним были едва знакомы. Значит, все-таки были. Да, да, нервно призналась она, поняв, что проговорилась. Потом тяжело вздохнула и вдруг сама предложила. Пойдемте в мою машину. Здесь на улице неудобно разговаривать. Да и соседки уже судачат, почему я столько времени болтаю на улице с незнакомым мужчиной. Видите, как они смотрят в нашу сторону. Он молча пошел за ней. Дронго всегда поражался женской психологией. Речь шла о возможных убийцах ее мужа, о смерти ее знакомого. Ее волновало, что подумают в этот момент соседки, с которыми она даже не здоровалась. Он всегда подозревал, что женщины более рассудительны и более тщеславны, чем мужчины. Внешняя атрибутика для представителей ниц слабого пола была важнее всего. Впрочем, возможно, это были только его частные наблюдения. Они прошли к стоянке, сели в ее машину. Она достала сигарет и закурила. Выехала со стоянки, медленно огибая свой дом и въезжая в небольшой переулок, где не было движения. «Что вам еще от меня нужно?» Наконец спросила она, устала, посмотрев на него. Он только сейчас заметил и уже появившиеся морщины вокруг глаз и складки у подбородка. Она явно переживала нелегкую пору в своей жизни, усугубленную событиями последних двух лет. «Кто вас просил информировать его о моем визите?» — спросил Дронго. «Вы же уже догадались», — строго ответила она, продолжая курить. «Это Роман Анатольевич. Вы были с ним хорошо знакомы? Достаточно, чтобы знать о нем то, что он не очень хотел бы разглашать. Например, позвольте мне оставить свои тайны при себе. Эта игра в темную габру не приведет», — убежденно заявил Дронго. «Поймите, что может погибнуть еще один человек, и эта смерть будет на вашей совести. И без того уже за эти несколько дней из-за вашего умолчания погибли несколько человек, в том числе и Светлана Рожко. «Это актриса? Причем тут она?» «Я тоже хотел бы узнать, но пока не знаю. Мне нужно, чтобы вы рассказали все, что знаете о Романе Анатольевиче. Поймите, что в конечном итоге речь идет уже не только о вашем убитом супруге, не только о наших с вами взаимоотношениях. Речь идет о жизнях десятков людей, которыми вы преступно рискуете, считая молчание своим главным достоинством. «Я вас не знаю, чтобы доверять вам. И слава Богу, Романа Анатольевича вы знали не с лучшей стороны, и чем это кончилось, вам уже это известно. Вас я тоже знаю не с лучшей стороны. Оставим схоластический спор на другое время. Что вам было известно о нем? Говорите, у нас мало времени. Он занимался разными темными делишками, доставал разные нужные вещи, у него всегда были красивые женщины. У нее дрожали руки, и она достала вторую сигарету. «Это расплывчатое, мне нужно знать точнее», — сказал Дронго. «Я же вижу, что вы от меня скрываете правду». У него были влиятельные друзья. Дальше он умел доставать нужные вещи, снова повторила женщина, закуривая вторую сигарету. Она глубоко затягивалась, и Дронго вдруг спросил. «Он доставал и наркотики?» Она взглянула на него, снова затянулась, выпустила дым в кабину автомобиля и, не глядя на него, кивнула. «Да, очевидно, ваши друзья иногда прибегали к его услугам», — понял Дронго. «Впрочем, жизнь богемы недоступна пониманию простых смертных. Он просил вас сообщить обо всех, кто будет расспрашивать о вашем муже». «Да», — жестко сказала она. «Чем он это объяснял?» «Заинтересованностью определенных лиц в поимке преступников. Он говорил, что представляет интересы этих лиц, и ему нужно точно знать, кто именно придет ко мне с расспросами об Алексее». «И вы ему поверили?» Она смяла сигарету в пепельнице, не глядя на него, покачала головой. «Не совсем. Но у него действительно были многочисленные связи с работниками прокуратуры, ФСБ и милиции. Я знала, что он так или иначе связан с людьми оттуда и не хотел осложнений. Кроме того, он всегда предупреждал меня о нежелательных журналистах, которые пытались взять у меня интервью в поисках сенсаций. Поэтому отчасти я ему верила, но только отчасти. Обо мне он тоже предупреждал. Она молчала. Он ждал ответа на свой вопрос. Наконец, она просто кивнула головой. «Он назвал вам фамилию журналиста, который должен прийти?» – допытывался Дронго. «Нет, фамилии он не знал. Он сказал только, что скоро ко мне должен будет обратиться журналист, проводящий расследование по обстоятельствам смерти Алексея». И просил сообщить ему, чтобы журналист опять не написал каких-нибудь чудовищных глупостей. В последнее время такие статьи все чаще стали появляться в газетах. Расследование никак не продвигается, и они домысливают свои самые дикие версии. «Ясно. И вы позвонили Роману Анатольевичу, сообщив о моем приходе. Вот почему вы не были особенно удивлены, когда я честно сказал вам, что занимаюсь расследованием убийства Миронова. Вы считали, что информация Романа Анатольевича только подтвердилась, и поэтому не выгнали меня сразу. А я все время думал, почему вы вели себя так странно? «Ничего странного. Просто я понимала, что вы как раз тот человек, о котором меня предупреждали, и поэтому хотела вас немного послушать». «Хорошо, что я не курящий», — вдруг вздохнул Дронг, «иначе закурил бы сигарету». «Теперь все ясно. А кому Роман Анатольевич мог передать информацию о моем появлении, вы, конечно, не знаете». И тут она его удивила. «Конечно, знаю», — сказала она. В ответ на его немой вопрос она тихо заговорила. «Вениамин Николаевич Тарханов, один из руководителей телевидения. Роман Анатольевич был его доверенным лицом нечто вроде помощника, хотя и занимал пост заместителя директора». «Я о нем слышал», — кивнул Дронга. «Его считают одним из главных руководителей информационных служб страны. Почему вы полагаете, что Роман Анатольевич рассказал именно ему о моем появлении у вас? «Я не полагаю», — усмехнулась она. «Я знаю. И позвольте мне не объяснять некоторых подробностей. Я очень хорошо знаю, о чем говорю». Наступило молчание. «Спасибо», — сказал Дронга. «Кажется, сегодня вы, наконец, сказали мне относительную правду». «Почему относительную?» «А она всегда относительна. Абсолютной правды вы мне не скажете, да она и не нужна. Но даже того, что вы мне сообщили, вполне достаточно. Спасибо вам». «Его действительно убили». «Вы о Романе Анатольевиче?» «Да, действительно убили. Я бы не осмелился шутить на такие темы. Я вообще не люблю шутить по поводу смерти. У меня к вам последний вопрос. Вы слышали такую кличку? Граф». «Или, может, об этом человеке вам говорил Роман Анатольевич?» «Слышала», — отвернулась она. «Один раз он говорил о нем в моем присутствии. И что он сказал?» «Что это самая большая сволочь в Москве. Простите, но он выразился именно так. У вас все? Или вы еще хотите расспросить о моих знакомых и друзьях?» «Больше ничего, извините меня. У меня не было другого выхода». Он взялся за ручку автомобиля и вдруг обернулся к ней и шепотом спросил. «А разве вы не знаете, кто мог организовать убийство вашего мужа?» Она смотрела на него уже ненавидящими глазами. Он достал из кармана лист бумаги, быстро написал фамилию и поднес к ее глазам. «Он?» Она не испугалась, только сжала губы и снова отвернулась. Дронго убрал листок бумаги в карман, открыл дверцу, и в этот момент она повернулась. У нее в глазах стояли слезы. «Зачем вы меня мучаете?» Спросила она. «Если вы все сами прекрасно знаете. Кому нужны эти дурацкие расследования, эти интриги, заговоры, ложь, обман? Все и так знают о том, кто именно заказал убийство Алексея, но никто не посмеет обвинить этих людей в организации убийства, и вы не посмеете. Вы подозреваете этого человека?» «Как и все остальные, — тяжело вздохнула Кира Леонидовна. Все прокуроры и следователи знают о нем, но каждый делает вид, что ищет преступников. Я к этому уже привыкла. Поэтому и советовала вам прекратить расследование. Вы все равно ничему не добьетесь. Это как глухая стена, которую нельзя прошибить. Или зеркало, разбив которое, вы можете поранить себе руки и лишиться привычной картинки. «А я все-таки попытаюсь», — пробормотал он на прощание и мягко захлопнул дверцу. Она сразу уехала, а он долго стоял и смотрел вслед умчавшемуся автомобилю, словно надеясь, что она вернется и расскажет ему что-то еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...